Ну что, хомяк всех обманул, интернет буквально пухнет от огромного количества комментариев недовольных людей, которые тапали хомяка и практически ничего не заработали или вовсе оказались заблокированными. Это такой настоящий большой скандал и мы не можем мимо него пройти, потому что InvestFuture это медиа, которая рассказывает про инвестиции и финансы и как ни крути, но Hamster Combat это действительно феномен нашего времени, на котором многие рассчитывали заработать. Ключевое слово здесь рассчитывали. Итак, несколько дней назад в Hamster Combat раздали дроп и вот результат всех удивил. Если честно, даже немножко меня он сумел удивить, хотя я воробей стреляный. Активные пользователи, которые заходили туда каждый день и выполняли задания, получили в среднем от 1000 до 3000 монет. Некоторые игроки даже хотят засудить разработчиков за такой результат. Вы, кстати, напишите в комментах, если вы играли, сколько отсыпали вам, но вообще это, конечно, довольно мало, да, то вот чем люди делятся. Я объясню, почему. Мы попробуем вместе посчитать, сколько эти монеты будут стоить на реальные деньги и хватит ли этого, чтобы купить хотя бы доширак. Да, вы смотрите InvestFuture, с вами Кир Юхтенко. Если вы еще на нас не подписаны, то исправляйте это. Ссылки на наш Рутуб, ВК также оставлю в описании к этому видео. Мы каждый день для вас готовим полезные ролики, которые повышают вашу финансовую грамотность и дают реальную практическую пользу, а не вот это вот все. Итак, маленький дроп в хомяке – это, конечно, еще полбеды. Миллионы аккаунтов просто забанили. У них появилось вот такое вот окно в разделе с дропом – читер. И объяснили это тем, что пользователи якобы нечестным путем пытались заработать бонусы и генерировали игровые ключи. Но в комментах творится буквально ад. Все пишут, что они ничего подобного не делали и не понимают, как этот бан теперь оспорить. То есть люди там по-честному смотрели все рекламы, проходили задания, с родными общались неделями, потому что были заняты хомяком, а их обозвали мошенниками. Давайте попробуем разобраться, по какому принципу все-таки вот эти вот коины, хомякоины начислялись, сколько мы за них получим, как их вывести, можно ли как-то обжаловать бан, если он у вас есть. Начнем с главного. Многие в разделе airdrop видят вот эти цифры, но не понимают, много это или вообще копейки. Ну вот давайте смотреть. Оценили хомякоин пока всего в 0,8 тысячных долларов. В прошлом ролике мы называли практически аналогичные цифры, но все равно это оказалось ниже ожиданий пользователей. Ну, конечно, цена еще может поменяться после официального листинга, он пройдет 26 сентября. Ждем, но давайте попробуем предварительно прикинуть наши доходы. Я помню, многие писали, что после листинга досрочно на пенсию собираются уйти, но походу, друзья, вы маленько погорячились. Ну, во-первых, как я уже сказала, в среднем люди получили до 3000 токенов, ну а один у нас предварительно стоит где-то 0,8 тысячных. Это 0, 2 нуля после запятой и восьмерка. Ну и это значение вы можете просто умножить на то число, которое вам отсыпали. Получается, что ровно за полгода активности в хомяке участники заработали, ну, где-то там 2000 рублей по текущему курсу, да, ну, может быть, чуть-чуть побольше. Да, действительно, на доширак, может быть, и хватит, но с ламбой и яхтами, конечно, в пролете люди оказались. Но тут еще какой момент? Даже эту сумму получить целиком мы не сможем, потому что по правилам, вот 23 сентября их опубликовали, на первом этапе игроки получат только 88% заработанных токенов, а оставшиеся разблокируют аж через 10 месяцев. Ну, вообще, не хочется превращаться в ту женщину, которая говорит, я же говорила, но я вам регулярно говорила о том, что это всего лишь игра и относиться к ней очень серьезно не надо, да, не надо ждать, что вы ворветесь в Рейзинг Форбс. Но все равно, даже я немножечко там тапала, приглашала друзей и в процесс втянулась. Понимаю обиду, но согласитесь, все-таки кажется, что лучше было потратить время и разочароваться там только в этом, чем занести хомяку свои кровно заработанные деньги и их там потерять. Будем считать, что это вот такой урок, за который вы заплатили своим временем. По поводу того, сколько может стоить хамстер комбат, ну, точнее, хамстер токен, вы знаете, нисколько. Ну, то есть, опять же, если мы с вами говорим про инвестиции, если мы с вами говорим про здравый смысл, в это никогда нельзя инвестировать. У этого, ну, не то, что нет будущего. У нас нету никаких оснований для инвестиций в подобные вещи. Что будет влиять на волатильность этого токена? Естественно, это будут, опять же, влиять те же самые маркетинговые приемы хамстер комбата, которые будут, собственно говоря, сами выкатывать. Это удерживание каких-то средств они будут делать. То есть, сейчас не выводи, получи через год 300 годовых или 500 годовых на эти хамстер комбаты, которые могут обесцениться на 90%, а в итоге все равно тоже ничего не получите. Что по выводу денег? Ну, вот сейчас добавить способ вывода уже нельзя, но это не значит, что вы вообще ничего не получите. Скорее всего, вывод будет доступен после листинга. Ну, по крайней мере, так было в кликере Докс. Самый простой метод – это открыть Телеграм-кошелек и его привязать к хомяку. В прошлых видео мы подробно рассказывали о том, как это можно сделать, так что ссылочку я оставлю в описании. Там же мы с вами, кстати, разобрали, какую централизованную биржу лучше выбирать для вывода в текущих условиях, потому что там тоже свои нюансы есть. Кстати, многие вот не понимают до конца, что такое airdrop и что такое листинг, и в чем между ними разница. Смотрите, airdrop – это получение своих монет, листинг – это уже возможность этими монетами торговать. Ну, то есть получить твердую валюту вы сможете после листинга, когда токен будет уже на биржах. Именно тогда в ваших кошельках и отобразятся монеты, готовые к перепродаже. Какой промежуточный вывод тут можно сделать? Ну, сколько бы вы усилий не прикладывали, но итог все равно зависел только от воли случая. И, конечно, можно и дальше в жизни надеяться на удачу, но все-таки мне кажется, что лучше, друзья, свою энергию направлять туда, где вы напрямую можете на результат влиять своими усилиями. Я вам хочу напомнить про биржи фриланса, потому что там сегодня ежедневно появляются сотни простых заданий, за которые готовы платить до 5000 рублей. Если вы к этой работе еще и нейросети подключите, будете их использовать с умом, то с этой работой будете справляться за несколько часов, ну, а оплата при этом останется на том же высоком уровне. Научиться находить прибыльные задания, получить пошаговый план действий для их выполнения вы можете на бесплатном открытом уроке от команды NeuroBoost. Участники эфиров, которые всерьез подходят к обучению и выполнению заказов, слово всерьез тут очень важное, уже в первый месяц на удаленке эти люди выходят на дополнительный доход от 50 тысяч рублей. Это не миллионы, но это реальные деньги, которые люди получают за реальную работу и прокачивают свои навыки и новые профессии. Если вы уже давно искали подработку на удаленке, то регистрируйтесь на урок прямо сейчас и, кстати, сразу же сможете забрать набор подарков для комфортного старта. Запись доступна по QR-коду на вашем экране или по ссылке в описании к этому ролику. Так что переходите и начинайте свой путь заработка в интернете. Без розовых очков, засучив рукава, начинаем работать и приходим к классному результату. Не сегодня, не завтра, но этот путь вас точно порадует и результат вознаградит, а не как с хомяком. Ну давайте вернемся к хамстеру и попробуем разобраться, за какие заслуги вот эти внутриигровые токены начислялись и в чем даже мы ошибались. Про баны поговорим в конце видео, так что вы не отключайтесь. Итак, мы помним, что в игре было очень много переменных, и разработчики вот до последнего держали в секрете, как посчитают монеты для игроков. Большинство прокачивало карточки и увеличивало пассивный доход, но, похоже, ключевым стало совсем не это. Ну и, кстати, вот мы тоже были уверены, что основным условием будет именно пассивный доход. Ну, на мой взгляд, это, конечно, мое субъективное мнение, но весь процесс был довольно-таки непрозрачным, да. Участники не знали вот до последних недель про условия начисления вообще ничего, только лишь предполагали. Ну и что мы имеем в итоге? Значит, рефералы, да, то есть приглашенные друзья, количество заработанных ключей в мини-играх и ежедневные выполненные задания, все зарешали, да, за них отсыпали довольно много. Ну вот, судя по комментариям, больше всех расстроились, конечно, простые пользователи, которые не вылезали из кликера и прокачивали пассивный доход, стараясь, да, там попасть в топ-100 игроков. Напишите, кстати, вот в комментариях, какой стратегии вы придерживались, оправдалась ли она у вас в итоге или нет. Изначально моя позиция была такая, что если, условно, ну это как бы такой, типа, заработок, пока вы находитесь в туалете, уж извините за такое сравнение, и я думал, если мне как бы оплатят хотя бы подписку там на какой-то сервис, который там стоит там 8 долларов, условно, вот, то я был бы счастлив. А в итоге мне дали по текущим оценкам около 3 долларов, потому что я дошел до вот этого миллиона прибыли, и дальше, ну как бы я уже понял, что это за игра. Если вспомнить Docs, который вышел за то, что ты просто находился в ВКонтакте, то мне там заплатили 15 долларов, и я думал, что здесь будет где-то столько же, поэтому оправдались ли мои ожидания? Конечно же нет, не оправдались. Ну и при распределении токенов разработчики отсеяли просто гигантскую часть аудитории, руководствуясь, ну честно сказать, довольно-таки невнятными правилами, да? Этих людей просто обвинили в обмане, в читерстве. Что сюда относилось? Это мог быть автокликер, это могла быть закупка рефералов, подозрительная активность, когда вы очень много часов проводили в игре, или там оставляли телефон на ночь на фарминг. Если какой-то из этих критериев был нарушен, то игрок просто летит в бан. Но могли быть и другие причины. Часто такое может случиться, если, первое, вы используете методы для обхода других блокировок, это обход блокировок Роскомнадзора, или используете, собственно говоря, ВПН. Тогда, особенно если вы используете общедоступные, бесплатные, тогда получается так, словно большое количество людей сидит в одной сети и условно тапает этого хомяка, и естественным образом они могут попасть под эту блокировку, потому что фактически игра может посчитать, что это тот самый один человек, и забанить их. Еще под самый конец сезона в игре появились ключи, их можно было получить за решение головоломки и за участие вот в этих партнерских мини-играх. Насколько эти ключи будут значимыми, никто не знал, особенно те, кто еще с весны тапали. Ну, по-моему, это, честно говоря, ужас. Да, то есть при всем моем скептическом уважении, отношении, простите, к хомяку, скептическом уважении, все равно, ну, какой-то бред. Да, люди с самого начала выполняли все правила, качали карточки, там, рефералов приглашали, а в итоге просто отлетели на ключах. В комментах пишут, что баны прилетали не только за искусственную генерацию этих ключей, но за то, что их вообще нет или же слишком мало. Ну, на мой взгляд, это как-то не очень просто честно по отношению к людям, и у нас в команде тоже есть ребята, которых наградили вот этим званием читера просто ни за что. Можно ли это решение протестовать? Ну, если вы уверены, что никаких подозрительных схем не использовали, то можете написать в поддержку и попробовать добиться какого-то результата. Будет он или нет, я не знаю, но попытаться, может быть, стоит. Да, обычно попытаться все-таки лучше, чем не попытаться. Что касается дальнейших перспектив, то тут все будет относительно понятно уже после листинга, но вот уже сейчас, судя по реакции на airdrop, наступление новой эры блокчейна, которую обещал Дуров, с выходом хомяка на биржу, как будто бы вряд ли состоится. Хотя, конечно, бывает всякое. Ну, и вы все-таки помните, что на хомяке криптовалюта-то не заканчивается. Есть другие фундаментальные проекты. Тот же биткоин за год показал доходность 130%, и, по сути, сейчас его уже можно называть активом защитным, сопоставимым в каком-то смысле с золотом. Надеемся, что горький опыт хомяком не отобьет у вас желание инвестировать в какие-то адекватные крипто-проекты, но риски там тоже есть, и нужно, конечно, их понимать. Если хотите познакомиться с такой взрослой и адекватной криптой, то вы заглядывайте в наш телеграм-канал и в крипто, QR-код на экране, подпишитесь, там мы рассказываем, как вообще работает крипторынок, и как на нем деньги не потерять, а наоборот приумножить. Но я бы все-таки не стала переживать, если ваш заработок в хомяке не оправдал ожиданий, потому что все-таки, если выбирать меньше из зол, то я считаю, что уж лучше разочароваться сейчас, когда вы просто время потратили, чем разочароваться после того, как вы бы в эту игру еще и свои собственные деньги вложили. Время — это, конечно, капитал дорогой, но и на таких ошибках надо учиться. Повторюсь, многие хотели легких денег, и пусть это будет для нас такое очередное подтверждение, что приходить к результатам нужно все-таки через усилия и какие-то реальные действия. Тут запоминаем, да, эту простую истину и просто двигаемся дальше, выше нос. А у меня на этом сегодня все. Пишите в комментах свое мнение о дропе, делитесь цифрами, жалуйтесь от души. Ну, в общем, себя можете не сдерживать. И, конечно, если ролик был вам полезен, то подпишитесь на нас. С вами была Кира Юхтенко и команда InvestFuture. Берегите себя, своих близких и свои деньги. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok